СМИ обратили внимание, что из-за событий в Курской области Приднестровье может оказаться без газа, потому что известно, что был захват украинскими военными газоизмерительной станции Суджа в Курской области. Ну, пока в Молдове заверяют, что есть антикризовый план, но на него нет денег. Вот смотрите, если говорить, пока вот брать к вниманию тот факт, что публично, да, мы видим, что Путину не сильно там важна эта Курская область, а если говорить про потери Путиным, те территории, которые он раньше захватил, есть Грузия, ну, там, правда, другая история, там правительство такое, пророссийское сегодня, к сожалению, ну, например, взять по вниманию Приднестровье, да, а вдруг сейчас Молдова быстро, да, там, подсуетится и как-то попробует эти территории вернуть. Это будет больно Путину, если говорить про те территории, которые уже давно под его контролем? Ну, смотрите, значит, Грузия, да, действительно, сейчас это грузинская мечта, которая просто куплена, там ситуация парадоксальная, просто один миллиардер Иванишвили купил парламент, по сути дела, и, в общем-то, да, какие-то настроения внутри грузинского общества, они эксплуатируют, прежде всего, желание, так сказать, избежать, избежать какого-то прямого столкновения с Россией, но, тем не менее, абсолютно проевропейские и проукраинские настроения грузинского общества и абсолютно про российские и антиукраинские настроения правительства. Это, безусловно, парадокс. Но я не исключаю, я сейчас, я не могу сказать, я не эксперт по Грузии, но я с интересом жду и слушаю экспертов октябрьских выборов, парламентских выборов, потому что такое гигантское противоречие между настроениями общества грузинского, в том числе, прежде всего, молодежи, и расклада в парламенте, ну, это далеко не всегда так бывает. Это, в общем-то, противоречие, которое ждет своего разрешения. Мы все понимаем насчет того, что там, как бы, очень сложно конвертировать эти протестные настроения в какую-то политическую силу, и, к сожалению, видимо, не получится до выборов создать какую-то политическую силу в Грузии, которая бы аккумулировала вот эти вот протестные настроения. Но, тем не менее, я очень надеюсь, что все-таки грузинская мечта не получит большинства голосов на ближайших выборах. Вопрос, конечно, насколько они пойдут на фальсификацию, используя в том числе и, так сказать, вот этот вот закон об агентах, который направлен против НКО, которые должны контролировать, так сказать, частоту выборов. Но это вот отдельная история. По крайней мере, здесь, как мне кажется, все возможно, и Путин может потерять свое влияние в Грузии. А что касается Приднестровья, то я думаю, что этот вопрос, ну, в общем-то, это такая застарелая болячка, она, в общем, как бы будет компенсирована, она рассосется со временем. И молдавское правительство не собирается это форсировать, это неоднократно уже обсуждалось, в том числе вот у меня на канале, мы говорили с экспертами, что молдавское правительство не собирается сейчас форсировать решение Приднестровского вопроса. И по мере движения Молдовы в сторону Евросоюза, эта проблема, она будет органическим образом решена, потому что, в общем-то, люди понимают, где хорошо, где плохо. Вот, что касается самого главного, как мне кажется, когда вы говорите о потере территорий захваченных, то самое главное, это, конечно, Крым. И вот недавнее заседание глав Министерства иностранных дел европейских, где украинская делегация очень настойчиво требовала, просила, убеждала в необходимости разрешить, снять запрет на удары по российской территории и компенсировать тот невероятный разрыв между обещаниями и реальностями. Это касается, прежде всего, сил ПВО. Ну, и в конечном итоге, я думаю, что решение этих двух вопросов – это разрешение Украине бить по российской территории тем оружием, которое им дается. И второе – это устранение вот этого разрыва между обещаниями оружия и реальными поставками. Я думаю, что в этом случае, в общем-то, дооккупация Крыма произойдет неизбежно. Когда – это, естественно, безответственно сейчас говорить, но это вполне реально, потому что известно из истории, что как только Крым превращается в остров, то есть перерезается связь с материком, он сдается в течение нескольких недель. Крым невозможно удержать, и никто его не мог удержать. Ни, так сказать, сторонники, ни противники Красной Армии белогвардейцы не могли удержать, ни, значит, советские войска не могли удержать, ни гитлеровцы, когда происходило контрнаступление. Поэтому здесь тоже, я думаю, что это реально. И вот это, как мне кажется, это будет нокаутирующий удар. То есть оккупация Крыма, как мне кажется, может произвести просто разрушительное воздействие на сознание, в том числе и военных. Потому что тогда непонятно, а зачем все жертвы, зачем начата эта война, если, что называется, был Крым наш, а стал не наш, вернулся в Украину. Вот это будет, мне представляется, что этот удар невозможно будет каким-то образом компенсировать. Ну и пока, правда, говорят в Евросоюзе, в частности, что никто в ЕС не хочет находиться в состоянии войны с Россией, но удары европейским оружием ПРФ нужно разрешить. Что ж, будем, конечно, наблюдать за действиями наших западных партнеров. Но тем временем, ну, Путин себя так неплохо чувствует, потому что известно, что он 3 сентября впервые посетит страну, которая обязана его арестовать по ордеру Газского суда. Кремль уже заявил официально про визит президента России в Монголию. Более того, там еще в 23-м году представителя Монголии избрали судьей Международного уголовного суда на два года. Что это значит, Игорь, что от этого вот визита, начиная с Монголии, теперь Путин может себе спокойно летать в те страны, где его должны были бы арестовать, и ему ничего за это не будет? Нет, я думаю, что все-таки тут ситуация такая. Действительно, это парадоксальная история. Тут уже, я уже сегодня с утра, значит, высказался, что у монголов есть шанс, второй шанс, история им дает второй шанс оказать очень существенное воздействие, решающее воздействие на мировую историю. Потому что первый шанс они использовали в 13-14 веке, когда захватили всю северную часть Евразии, и существенно изменили жизнь народов на значительные части Европы и Азии. Ну, а сейчас вот дается шанс еще раз сыграть такую историческую роль в мировой истории, значит, арестовав Путина и тем самым прекратив эту войну. Вероятность того, что это произойдет, конечно, это, знаете, так, событие из ряда, значит, а что если так вдруг, да? А что если вдруг? Вот. Вероятность этого события, с моей точки зрения, равна нулю. Ну, просто причина, она становится понятной, если мы посмотрим на карту. То есть, Монголия находится в таком, это, ну, большая по европейским меркам страна, но небольшая по азиатским. И вот она зажата между двумя гигантами, между Россией и Китаем. У нее нет границ ни с кем, кроме России и Китая. Вот. И в воздушном пространстве. То есть, представить себе, что Путин, приехав в Монголию, окажется задержан, арестован и передан в руки международного правосудия, что приставы международного уголовного суда заранее приедут туда, и Путина они встретят в аэропорту, вероятность этого события равна нулю. Просто потому, что встретить они его могут. А куда они его будут девать? Каким образом они его будут? Даже если представить себе, что руководство Монголии примет решение войти в жесткую конфронтацию с Россией, ну, здесь вольно или невольно, неважно там, как будут дальше разворачиваться события, но это жесткая конфронтация с Россией, ну, и, в общем-то, и с Китаем тоже, и Монголия, ну, просто посмотрите на карту, что там происходит, да, как она со всех сторон окружена. Вот, но даже вопрос транспортировки возникает. А куда его девать? Через какую, в какую сторону должен лететь самолет, или, так сказать, скакать лошадь, для того, чтобы этот трофей доставить до Гааги? Вот, это, ну, такая вот странная история, поэтому я думаю, что Путин хорошо это представляет себе, хотя можно надеяться на то, что вот какой-то черный лебедь прилетит в монгольские степи и клюнет, так сказать, Путина в темечко. Надежда на это, конечно, есть, но это надежда именно вот так, на такое чудо. Хотя ситуация забавная. Я думаю, что ни одна другая страна, кроме Монголии, которая подписала, которая является, так сказать, признает Международный уголовный суд, является подписантом, ни в одну другую страну он не поедет. Он не поехал даже в Южноафриканскую республику, которая, так сказать, входит в БРИКС. И понимая, что, так сказать, ну, там вот его могут точно забрать. Потому что, ну, здесь, так сказать, ну, такого степени, с такой степени давления нет. Любая другая страна, кроме Монголии, которая подписала это соглашение, она, конечно, его выдаст. Так что я думаю, что путешествие Путина по миру все-таки ограничится вот этой вот замечательной страной. Субтитры подогнал «Симон»!